Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Гильберт Люк Девинас выступит по случаю Национального дня памяти, который состоится в Лионе 24 апреля в 11 часов. Временное правительство Ливии признало геноцид против армян. В ООН распространен первый периодический национальный добровольный доклад Республики Арца. Мэрия Монреаля приняла постановление о 104-й годовщине геноцида против армян. Турция обеспокоена тем, что сирийский регион Тель-Рифат будет передан курдам. Опубликована английская версия книги «Руины Ани» Гритора Палакяна. Открытие седьмых всеармянских игр пройдет в Степанакерте. Сенатор Нового Рона и Леона Гильберт Люк Девинас и председатель межпарламентской группы «Дружбы Франция-Армения» в Сенате выступят на торжественной церемонии, организованной Национальным советом Западной Армении, которая состоится у мемориала геноцида против армян площади Антонио Понце в Лионе 24 апреля в 11 часов. В своей публикации в Facebook Гильберт Люк Девинас отметил, «После публикации президентского указа 11 апреля, в котором 24 апреля объявлено Днем памяти жертв геноцида против армян 1915 года, подготовленная работа вызывает необычные чувства. Я, безусловно, буду присутствовать во вторник вместе с вельбранцами, а затем в среду в Лионе и Париже вместе со всеми армянами Франции, чтобы присутствовать на поминальных церемониях. Все армяне Франции, потомки жертв геноцида в Западной Армении будут присутствовать, чтобы приветствовать господина сенатора». Совет министров Временного правительства Восточного района Ливии принял предложение министра иностранных дел Абдула Хати признать геноцид против армян, совершенный Османской империей в 1915 году. Об этом сообщает ливийский СМИ. Согласно пресс-релизу правительства, сейчас Совет министров работает над проектом, согласно которому каждый год 24 апреля в Ливии будут воздавать дань уважения памяти жертв геноцида против армян. Накануне в Организации объединенных наций в качестве официального документа был распространен первый периодический доклад Республики Арцах Нагорно-Карабахской Республики о реализации положения Международного пакта о гражданских и политических правах. Как сообщает Пресс-служба Арцахского внешнеполитического ведомства, доклад содержит информацию относительно реализации положения Международного пакта за 1992-2018 годы о шагах, предпринятых по защите прав человека и основных свобод в Арцахе, развитию гражданского общества и укреплению демократии, а также успехах, достигнутых в указанных сферах. Республика Арцах присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах 26 ноября 1992 года на основе решения Президиума Верховного совета Нагорно-Карабахской Республики. Доклад подготовлен Министерством иностранных дел Республики Арцах совместно с другими ведомствами и был утвержден решением правительства Республики Арцах от 7 декабря 2018 года. Мэрия Монреаля приняла резолюцию по случаю 104-й годовщины геноцида против армян, как сообщили новости Армении, news.am в пресс-службе Национального собрания Армении. В тексте резолюции особо упоминается, что в 1915 году геноцид против армян был первым геноцидом XX века, во время которого две трети армянского народа стали мучениками. В заявлении также отмечается, что около 50 тысяч армян, проживающих в Монреале, активно участвуют в культурной, экономической и политической жизни города. 24 апреля 2019 года в Монреале будет объявлен Днем памяти жертв геноцида против армян. В этот день мэрия выступит со специальным обращением, в котором будет отдана дань памяти жертв геноцида и выражена поддержка армянскому народу. Турецкие СМИ утверждают, что сирийские и курдские силы пытаются держать регион Тель-Рифат под своим контролем при поддержке российских вооруженных формирований и сирийской правительственной армии. По словам турецкой стороны, российские силы в регионе Тель-Рифат и сирийские правительственные силы помогают курдским боевикам, которых Турция считает террористами. По словам источника, они начали совместную патрульную службу в Тель-Рифате. Источник указывает, что Асад хочет помешать передать город про турецким силам. Вышел в свет английский перевод книги Грекора Палакяна «Руины Ани», изданная 1910 годом. Книгу читателям представило издательство университета Радкирс. Книга переведена Питером Палакяном и Аррамом Алкуним «Руины Ани». Путешествие в средневековую столицу Армении и ее наследие. В книге собраны 33 черно-белые фотографии, руин города, а также цветные фотографии, сделанные в последние десятилетия. Предисловие к английскому переводу написано Питером Палакяном, который был удостоен Пулицеровской премии и родственник Грекора Палакяна. Напомним, что через несколько лет после публикации «Руины Ани» Грекор Палакян был одним из интеллектуалов, арестованных 24 апреля 1915 года. Седьмые летние паноармянские игры пройдут в Армении и Арсахе с 5 по 17 августа. В этом году играм исполняется 20 лет. Торжественная церемония открытия паноармянских игр состоится 6 августа на Степанакерском республиканском стадионе в Степанакерте, а церемония закрытия состоится 17 августа в Ереване на площади Свободы. Делегация во главе с председателем Всемирного комитета всеармянских игр Ишханом Закаряном находится в Арсахе. Творческая команда на месте, чтобы уточнить подготовительные детали. По словам Ишхана Закаряна, летние игры пройдут на высоком уровне. Комитет единогласно принял предложение провести их в Арсахе. Организаторы паноармянских седьмых летних игр встретились в Степанакерте с президентом республики Арсах Бакуса-Океаном, государственным министром Грекором Мартиросяном. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль САСОН. Пос detectors и укucks наペ solution. ПОСМУЩЕНИЯ ВАСЕА ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полновесие видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok